Всем привет! Сегодня очень необычный разбор планировки квартиры в старом доме города Азбест. Эта квартира находится в нежилом фонде и ее только собираются переводить в жилое, поэтому у меня есть огромное поле для творчества. И еще люди, которые ко мне обратились, занимаются сдачей квартир в аренду. И эту квартиру они тоже собираются в последующем сдать в аренду. И один из главных запросов был следующий. Сделать из квартиры что-то эдакое, чтобы сразу привлекало, чтобы ее отличало от других. Вот такое интересное начало. Давайте смотреть, что из всего этого получится. Квартира находится на втором этаже жилого дома. Но, как я уже сказал, почему-то именно это пространство является нежилым фондом, который в последующей будут переводить в жилое. Поэтому в какой-то степени у меня развязаны руки. На чем будем работать? Квартира это прямоугольник. Находится в углу здания. И по двум сторонам окна. Целых пять окон мы имеем в этой квартире. Внутри этого прямоугольника есть прямоугольники поменьше. И, как вы уже догадались, это несущие опоры, на которые я обращаю внимание, потому что они будут являться для нас ограничением. Убрать мы их не можем, перенести тоже, соответственно, с этим придется как-то считаться. Помимо этого, есть вот такой формы стены. И, по всей видимости, внутри этих стен идут коммуникации между первым этажом и крышей дома. Соответственно, эту стену убирать мы тоже не можем. И вот так формируется это пространство изначально. И со всем этим придется работать. Как я уже сказал ранее, эта работа очень необычная по перепланированию этого пространства, потому что заказчики это молодая пара, которая собирается сама жить в этой квартире какое-то время, а потом собирается эту квартиру сдавать. И проектировать нужно таким образом, чтобы пока они живут, она была для них удобна, а потом, впоследствии, когда они ее начнут сдавать, эта квартира была привлекательна и рентабельна с точки зрения сдачи ее в аренду. Чего же хотели мои клиенты? Ну, во-первых, это семья, два человека без детей. И в первую очередь они хотели получить большое общее пространство, где есть диванная группа с телевизором и желательно с камином, где есть кухня и желательно с островом. И вот это желательно, даже не то чтобы желательно, а практически обязательно, потому что остров это, можно сказать, их мечта. Потому что остров это удобно, остров это модно, за островом удобно готовить, ну и так далее, и так далее. Это должен быть обязательно обеденный стол. И вот это все должно быть большим, светлым, просторным. Плюс к этому, они хотят в доме место для работы, потому что жена работает из дома, работа удалена, и она как раз занимается бизнесом по сдаче квартир в аренду, поэтому ей необходимо большое рабочее место в квартире. А также к этому рабочему месту большой-большой стеллаж, где будет много документов, книг, ну и, возможно, какого-то декора. Короче говоря, стеллаж должен быть, и он должен быть большим. Плюс к этому, конечно, должна быть мастер-спальня, где есть кровать, гардероб. Очень желателен гардероб. Ванная комната. И одно из пожеланий, это стеклянная стена между кроватью и ванной. И в ванной обязательно джакузи. То есть, лежа в ванной, мы видим, что происходит в спальне, и наоборот. Вот такое пожелание. В этом они видят своеобразную изюминку этого интерьера. Надо сказать, что эти заказчики уже обращались ко мне ранее, примерно с полгода назад. Но в то время мы не сошлись по цене, и они обратились к какому-то другому специалисту. Этот специалист на протяжении всего этого времени разрабатывал варианты планировки, но, видимо, что-то пошло не так, что-то не устроило. По словам заказчика, планировки неплохие, но все время находилось какое-то «но», чего-то добыло не учтено, что-то все время смущало. И поэтому все-таки, в конце концов, они обратились ко мне. И вот сейчас я вам покажу, что у меня же получилось. А вы, дорогие зрители, оцените со своей точки зрения, получилось или нет. Напишите в комментарии, что вы думаете по этому поводу. И, возможно, предложите свои собственные идеи. Давайте смотреть. Перед вами планировка квартиры, того варианта, который у меня получился. И сейчас я вам расскажу, что же здесь произошло. Внутри квартиры есть несущие опоры. Помимо них есть некий конструктив, который задает нам уже определенный алгоритм работы. То есть, вся квартира делится примерно пополам. В одной половине размещается спальня, в другой – гостевая зона. Начну с прихожей. Попадая в прихожую, естественно, мы должны разместить большой шкаф, который здесь и находится. Он примерно метр восемьдесят длиной. Вполне достаточно, чтобы разместить верхнюю одежду моих заказчиков. Далее мы можем попасть либо в спальню, либо в общее пространство. Также в прихожей есть ниша под стиральную машину и уборочный инвентарь. Это очень удобно. Все спрятано за стеновыми панелями. И пока это не открыто, никто и не догадывается, что там вся бытовая утварь спрятана. Начну с главного пространства. Это общая комната. Я решил визуально сохранить все границы, которыми мы обладаем, собственно говоря, чтобы мы визуально глазами видели все вот эти длинные четыре стены. Внутри этого помещения вы видите такую круглую комнату, заоваленную. Она специально сделана такой формы, чтобы не было углов. Потому что любой угол для восприятия это граница. А как только появляется граница, это значит, что мы вроде бы визуально уже пространство попилили на некие комнатки. Здесь этого нет. Здесь есть закругленная стена. Соответственно, сглаживаются границы. И глаз воспринимает вот этот объем, как, возможно, некую колонну. Внутри этого круглого помещения я расположил гостевой санузел. Это было тоже одно из требований, чтобы гостевой санузел был в общем пространстве. В планировке первоначальной мы видим, что есть только одна ванная комната. И это не очень удобно. Потому что, когда пришли гости, не хочется их водить в свою ванную. Все-таки это свое личное интимное пространство. Вот поэтому здесь появляется этот гостевой санузел. Дверь расположена таким образом, что ее не видно со всей комнаты. Только со стороны прихожей она открывается нашему взору. Обходя этот объем по кругу, мы видим, что к нему еще привязана кухня. Кухня двухлинейная. Одна часть кухни прижата к стене, которая граничит с улицей. И другая часть кухни, собственно говоря, это колонна холодильника, колонна с духовым шкафом. И тот самый остров, который так желали заказчики. Очень удачное расположение, на мой взгляд, получилось. Потому что, когда мы готовим, мы, собственно говоря, находимся почти всегда лицом к нашим гостям. Ну или домочадцам. Остров это очень удобно. Он здесь очень хорошо освещен. К нему можно подсесть на барные стульчики. Можно совместно готовить. Можно какие-то фуршеты организовывать. Все это позволяет сделать остров. Рядом с кухней находится обеденный стол. Он круглый в данном варианте. И по желанию может раскладываться, чтобы принимать гостей. Можно усадить шесть, восемь человек, даже десять, если вдруг такое случится. Стол находится в очень правильном, я бы даже сказал, стратегически правильном месте. Он находится в углу, в окружении окон. Как сказали заказчики, это место с самыми хорошими видовыми характеристиками. Сидя за столом, мы можем любоваться видами в окна. Стол хорошо освещается из этих самых окон. Поэтому место очень удачное. Дальше за кухонным островом диванная группа, которая формируется из дивана и двух легких кресел. Я специально акцентировал внимание на том, что это кресла легкие, потому что мы можем их легко совершенно передвигать по квартире. И, например, одно кресло мы можем сдвинуть дальше к телевизору. Второе мы можем утащить вообще в другой край этой комнаты, например, в кабинет. И воспринимаются такие кресла гораздо легче, чисто визуально. Так как заказчики желали легкое, воздушное, просторное помещение, то мы не только с помощью планировки, но и в дальнейшем с помощью выбора мебели должны эту легкость подчеркнуть. Так вот, легкие кресла на ножках как раз будут подчеркивать вот эту воздушность. Поэтому я акцентировал внимание. Естественно, рядом с диваном и креслами телевизор. Ну, куда сейчас в современном мире без этой иконы, так сказать, современного мира, без этого алтаря, которому мы поклоняемся после работы. Кстати, при желании, вместо телевизора можно поставить камин, а можно и совместить, если сильно захочется. И здесь есть еще одна интересная особенность этого помещения, это кабинет. Обратите внимание, он в противоположном углу. Здесь стоит рабочий стол, естественно, стул. И справа от него, вдоль всей стены, большущий стеллаж. Он настолько большой, что может еще и выполнять роль дополнительного хранения. Часть полок могут быть открыты под документы, часть могут быть под книги, а часть полок могут закрываться. И там мы можем организовать хранение любых вещей. Нитки, иголки, лыжи, стремянки. Даже можно сделать выпадающую гладильную доску с утюгом. То есть, очень удобное функциональное место получилось. Ну и само место выбрано очень удачно, на мой взгляд, потому что, я напомню, заказчица работает дома. Это ее рабочий кабинет. Теперь представим, как это происходит в квартире. Вот я сижу, работаю, а дома, кроме меня, никого нет. Фактически, все пространство, которое вокруг меня, я могу им обладать. Но только в том случае, если я его могу окинуть взором, что называется, да, то есть почувствовать его. Если я сижу в какой-то отдельной комнатке, то я его не ощущаю, я просто нахожусь в отдельной комнатке. Что происходит здесь? Вокруг кабинета стены отсутствуют. Но есть угол, в который спрятаны шторы. И при желании мы можем эти шторы закрыть и получить обособленный кабинет, в котором мы можем уединиться и поработать. Ну, в том случае, если на кухне кто-то готовит, в зале кто-то смотрит телевизор, есть такие специальные акустические ткани, которые не только визуально обосабливают помещение, но и с точки зрения шума тоже делают его более таким удобным и комфортным, что ли. Штора, как перегородка, не пользуется у нас популярностью, а напрасно, на мой взгляд. Во-первых, это не так дорого, как стеклянная перегородка или деревянная перегородка, которая отъезжает. Во-вторых, это красиво, ткани самые разнообразные. И, в-третьих, это легко. Поэтому я думаю, что надо этим пользоваться, чем я, собственно говоря, и воспользовался. Поэтому, друзья, если вам понравилось, то поставьте лайк обязательно. Мне кажется, что это достойно даже двух лайков и комментариев, как здорово получилось. Ну, возможно, у вас свое мнение на этот счет. Теперь расскажу про спальню. Это самое интимное место квартиры, так сказать, семейное гнездышко. И здесь тоже не обошлось без фишки. Но, собственно говоря, эту фишку попросили сделать сами заказчики. Они пожелали сделать стеклянную стену между ванной и кроватью. Я напомню, что в последующем, после того, как они сами поживут в этой квартире, они задумываются о том, чтобы ее сдавать. А вот эти вот фишки интерьерные, они способствуют тому, чтобы эту квартиру можно было сдать дороже. Ровно по этой причине здесь нет унитаза, как вы успели заметить. Здесь есть две раковины, чтобы одновременно можно было умываться. Но при желании, если все-таки оно вдруг возникнет, вместо одной раковины можно будет вернуть унитаз. Они поставили его потому, что стена-то стеклянная. И как-то не очень эстетично, лежа на кровати, наблюдать, как кто-то там совершает некие действия. Поэтому здесь туалет один, он гостевой. И нужно выйти, сделать несколько шагов, чтобы, в общем-то, воспользоваться этим предметом. Помимо ванной и кровати, здесь есть большущий шкаф, в недрах которого скрывается также макияжный столик. И открыв двери у шкафа, этот столик появляется. Его можно использовать как рабочий, как макияжный или еще как угодно. Можно швейную машинку, например, поставить, если кому-то вдруг захочется это сделать. В общем, подытожим. Квартира удалась на славу. Именно для тех заказчиков, которые обратились ко мне с конкретным запросом. Сделать большое, общее, светлое, просторное пространство. Обязательно, чтобы там был гостевой санузел. Обязательно, чтобы было рабочее место. Чтобы была кухня с острова, обеденный стол, который раскладывается. Это и диванная группа с телевизором, и с камином желательно. И все это здесь есть. И мне кажется, очень удачно сложилось. Вот в такое большое, светлое помещение. Которым можно пользоваться совершенно по-разному. Разными сценариями. И даже можно ходить в разных направлениях вокруг этого центрального объема. Получилась отличная мастер-спальня со стеклянной стеной в ванную. И теперь это действительно будет фишкой этого интерьера. И в последующем эту квартиру можно будет сдавать задорого. Ну а на этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик. Ну а если вдруг вы захотите обратиться со своей планировкой, со своей собственной квартирой. То конечно же обращайтесь, я с удовольствием для вас это сделаю. Все, пока.